В субботу на стадионе «Дружба» впервые состоится фестиваль ГТО, а также бесплатный матч с участием «Спартака». Команда «Экстрим» вновь стала чемпионом России. Легкоатлеты «Мариел» готовятся к стартам. Все подробности в спортивном обозрении телеканала «Регион-12». Все на футбол, при этом бесплатно. В субботу на стадионе «Дружба» Ешкародинский «Спартак» проведет первый матч весенней части первенства России. Посмотреть на игру красно-белых с дублем «Казанского рубина» сможет любой желающий. Вход на стадион в этот вечер будет свободным. Начало встречи на «Дружбе» 18 апреля в 5 вечера. Добавлю, что в преддверии рестарта сезона подопечные тренера Александра Нинашкина провели три товарищеских матча. В «Чебоксарах» наша команда проиграла местному «Динамо-Дюсша» со счетом 1-3. Уже дома красно-белые обыграли футбольный клуб «Медведева» 4-0. А потом сыграли в ничью с футболистами из «Чувашии» 1-1. Добавлю, что по итогам осенней части чемпионата в зоне «Урал-Поволжья» «Спартаковцы» замыкают турнирную таблицу, набрав в 17 играх 8 очков. Весной и летом ешкародинцам предстоит сыграть еще 7 матчей. Тем временем наши футболистки все еще продолжают подготовку к новому сезону. Стартует он 10 мая матчем 1-32 финала розыгрыша Кубка России. Первый матч «Марелочка» проведет дома на стадионе «Дружба». Противником подопечных тренера Евгения Петрова станут футболистки «Ижевского торпеда». Меж тем, ближайшие пять лет руководить республиканским футболом продолжит Владимир Чумаков. В Литовом дворце «Марел» прошла конференция региональной федерации футбола. В числе рассматриваемых вопросов были выборы президента организации. Добавлю, что вице-президентом федерации был избран Сергей Киверин. И снова золото. Волготеховский экстрим стал победителем чемпионата России по фитнес-аэробике. Удача сопутствовала «Ижкаролинкам» в номинации «Степ-аэробика». Эта победа позволила нашей команде выступить на чемпионате Европы, который пройдет в мае в Голландии. Добавлю, что в рамках первенства России две медали, золотую и серебряную, завоевала еще одна команда из столицы «Марел» – Византия. Еще один «Ижкаролинский» коллектив «Фрэш» выиграл в Москве бронзу. Легкоатлеты на старт. Через неделю в «Марел» будет дан старт насыщенному легкоатлетическому сезону. Первым официальным соревнованием в 2015 году станет первенство республики, которое пройдет 24 апреля в Медведеве. В «Ижкароле» на дружбе в мае-июне пройдут чемпионат и первенство республики среди юниоров, а также кубок «Марел» и первенство среди ветеранов. Добавлю, что «Ижкаролинский» малый марафон состоится 9 августа, а 12 сентября спортсмены «Марел» примут участие в республиканском легкоатлетическом кроссе. Ну а в субботу в «Ижкароле» пройдет первый фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Сдать нормативы ГТО на стадионе «Дружба» выйдут более тысячи человек, учащиеся и студенты столицы «Марел», а также команды районов республики. В программе соревнований сдача нормативов первой и шестой ступеней комплекса в беге, подтягиваний на перекладине и прыжках в длину с места. Начало спортивного праздника в 9 утра 18 апреля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова